Ребята, всем привет! С вами Ника, а на этом канале я со своей сестрой Миленой. Мы рассказываем про образование за рубежом и как вы сможете переехать и учиться за рубеж абсолютно бесплатно. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Но сегодняшнее видео очень интересно. Сегодняшнее видео это вообще-то влог о моей студенческой ориентации для интернациональных студентов, которая прошла в моем вузе. Я живу сейчас в США, в городе Филадельфии и учусь здесь в университете по программе MPA в Westchester University. И в первую неделю моих занятий в университете у нас была International Student Orientation, ориентация для интернациональных студентов. Я ее засняла, это влог, но поскольку день был очень нагруженный, я в тот день очень устала, я только буквально пару дней назад приехала в США, да, то есть у меня был еще jet lag. Короче, я не смогла заснять весь день, поэтому я делала такие небольшие вставочки. Что такое International Student Orientation? Когда вы приезжаете в США и вы интернациональный студент, ваш университет хочет сделать так, чтобы вам было здесь комфортно, уютно и хорошо. Поэтому обязательно в каждом университете проходит International Student Orientation. Помимо того, что вам рассказывают, как жить в США, да, помогают с открытием банковского аккаунта, да, просто вас наставляют, рассказывают про университет, какие тут есть интересные организации, вам также говорят еще, какие документы нужно предоставить в вуз, что вы можете или не можете делать на территории США в зависимости от вашего статуса. То есть они действительно вам помогают и рассказывают все правила, по которым вы должны будете находиться именно на территории США. То есть очень классное мероприятие, да, оно проходило у нас целый день. Смотрите. У нас началась студенческая ориентация и уже какая-то шанс эта сессия прошла. А, студенческая ориентация уже началась, мы здесь с 8 утра и сейчас мы пойдем на ланч. Культурный шок номер один. Вода наливается автоматически. Культурный шок номер два. Я этого не буду показывать, но туалет тоже смывается автоматически. Нам еще дали кучу подарочков. Такую вот косметичку с разными штуками, которые могут понадобиться в первые несколько дней. Мне кажется, вообще офигенная идея, потому что действительно у меня, например, нету зубной пасты. А тут есть также зубная паста и разные кремики, и даже зубная щетка. И вот какие-то офигеть. Очень классно. Это мои друзья уже познакомы с Софиа, из Мексика, биология. И твой имя? Колыш. Он из Венгрии, но не из Будапешта, а из другого рода. Сейчас в Америке. Сейчас мы все вместе с вами. На аргументах. Это gemacht! Да, это да! В Америке. В Америке все. Ты просто не видишь. Смотрите, а когда ты думаешь о том, что ты думаешь. Да. Смотрите, в Америке. Да, это сколько делаешь. Насколько делаешь. Это огромная вещь. В Америке. Очень беспромите! Я немного разговаривала пока на видео. Сейчас мне нужно будет сходить в хаус-центр и отдать кое-какие документы. И потом я еду домой в Филадельфию. Я не живу в Асчестере, у меня кампус находится как бы в другом городе, а я живу в Филадельфии, и я в другой кампус хожу. Вот. Сейчас я поеду обратно в Филадельфию. Но периодически я сюда тоже буду проезжать, но, скорее всего, у меня кто-нибудь на машине будет подбирать, потому что ехать на паблик транспорт очень долго. Тут небольшая вставочка. Мой университет называется Westchester University, и он находится в городе Westchester. Но у них также есть кампус на территории Филадельфии, то есть в самом центре Филадельфии у них два кампуса. Один в Филадельфии, другой в Westchester. Я учусь именно в Филадельфии, а не в городе Westchester. Но какие-то мероприятия происходят именно в том городе, как, например, вот это мероприятие. Они очень редкие, но иногда все-таки происходят. Поэтому мне приходится ездить туда. И сейчас я просто гуляю по кампусу вот туда. Сейчас все заезжают, куча народу, ходят туда-обратно, заезжают в общежитие и так далее. Я пытаюсь найти свою International Student Group. Они куда-то шли, и я потерялась, потому что мне нужно было зайти в один центр. Короче, столько дел, но все выглядит очень классно. Все, в общем, суперски. Сейчас поеду обратно в Филадельфию. И, надеюсь, получится сюда периодически проезжать, если меня кто-то на машине будет брать. В США все водят. То есть у всех практически есть машины. Вот, это я одна такая, которая на автобусе везде путешествует. Вот, но сейчас посмотрим, как оно все пойдет в итоге. And now shopping! Блин, тут столько классно разных футболочек и свитерков, и все. Вот с вот этими... Блин, правда, дорого, конечно, я не буду это покупать. Но так здорово! Я всегда хотела себе приобрести какие-то шмотки с университетскими... С именем, да, с флагом университета. И тут очень-очень много вариантов вещей. Вот. Поэтому в какой-то момент я себе что-нибудь обязательно куплю, но не сегодня. Так, ребята, это мои новые друзья. Say hi! Hi! В итоге я там провела целый день, и потом меня друг на машине отвез домой. А что хочется сказать? Я очень рада, что университеты... Я только видела, на самом деле, такое в университетах США. Университет пытается сделать все возможное, чтобы вы были успешным студентом, да. То есть они вам помогают как можно. Вообще всеми возможными способами, вот этими разными ориентациями, да. Потому что ориентация проходит не только для интернациональных студентов, а вообще для всех студентов. В зависимости, на какого программа, в зависимости, к какой группе вы относитесь. То есть столько всего происходит на кампусе, и у вас в университете столько ресурсов, которые помогут вам быть действительно успешным студентом. У меня куча контактов, да, и по любому вопросу я знаю, к какому человеку обратиться у меня на кампусе, и кто мне сможет помочь. То есть я приехала, и действительно я себя не чувствовала одной. Я знала, что у меня вот есть люди, у которых основная работа — это помогать мне. Вот это как бы один из плюсов, да, именно образования в США. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если вы хотите больше похожих влогов, обязательно напишите внизу в комментариях, и поставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Если вам нужна помощь в поступлении, да, вы хотите узнать, как именно именно вы сможете поступить в США, записывайтесь к нам на консультацию, и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok